Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег и сегодня как обычно я вам покажу необычные места найденные на нашей планете с помощью спутниковых карт. Вот такое вот необычное место называется Глаз Сахары. Местные народы называют это место Ришат. Давайте для начала посмотрим сверху. А теперь все приблизим и рассмотрим более детально, что же это за такое таинственное и интересное место. Ну а далее мы обсудим это место, а также просмотрим, что я тут помимо этого глаза нашел интересное. Так, давайте приступим сначала к самому глазу. Посмотрите какой оно интересной формы. Вот здесь вот такие края, уже с высоты 1 километр Можно наблюдать Какую-то удивительную сетку как бы Вы сами можете наблюдать, что здесь также все, это место оплавлено. Давайте сердцевину посмотрим, середину вернее. Посмотрите какие по краям, по кругу, как интересно образовались такие вот необычные формы. Такое ощущение, что здесь все выжгло. И вот эти самые твердые образования из камней, они остались. А остальное все, что более слабое, как бы, оно и выжглось. Поэтому остались вот такие вот интересные Остатки от этих мест. Посмотрите также, я вам в прошлых видео показывал, сетка земли. И как бы здесь также проявляется. Если приблизить, то посмотрите, какие полосы, похоже на сетку какую-то. Вот здесь хорошо видно, так что эта сеть как бы проявилась. Так же, я меточку здесь оставил, где хорошо прослеживается вот эта сеть. Вот здесь посмотрите, как видно эту сетку. Видите, как полосы идут. Здесь также прослеживается вот эта сетка. И вот здесь также мы четко прослеживаем вот эту сетку. Вот здесь частично ее видно. Вот здесь также хорошо ее видать. Конечно, большая часть ее засыпана уже временем. То есть, не временем, я бром. Песком со временем. Также вот здесь хорошо прослеживается вот эта сетка. Вот здесь посмотрите, все сожжено. Вот ученые до сих пор гадают, что это за место, откуда оно взялось. Последняя самая версия ученых. Конечно, об этом месте много споров идут среди ученых. И до сих пор к единому мнению не пришли, откуда оно такое интересное, вот и загадочное место взялось. Место находится в Мавритании, в пустыне Сахара. Многие ученые выдвигают теорию, что все это получилось методом выветривания. Якобы, все это место сначала за много тысяч лет приподнялось, как бы вот так в угром. Потом все это ветрами выветрило, а потом это место наоборот опустилось. Ну, мне кажется, эта теория какая-то уж слишком сложная и более фантастическая, чем которую сейчас я вам скажу. По моему мнению, откуда это место взялось? Да, вы, конечно, удивитесь, но мое мнение, что здесь произошел огромный атомный взрыв. Может, не атомный, но какой-то взрыв. И не на земле, а в воздухе. Поэтому нету такой огромной воронки, а вокруг все выжжено. Вы, наверное, многие из вас знают, что после атомного взрыва, особенно в пустыне, в песках, земля вокруг превращается в стекло. Так и здесь все превращено в стекло. Но со временем, конечно, это стекло разрушилось. Оно уже не такое, как у нас в окнах стоит, там гладенькое. Все на рассыпалось. Но место само, оно полностью состоит из вот такого сожженного песка, сплавленного. Здесь мы хорошо видим то, что все здесь оплавлено, все выжжено. Поэтому я считаю, что здесь был огромный взрыв. Может быть, это и взорвалась комета над землей. И вот такое место получилось. А может быть, это был и целенаправленный какой-то ядерный удар по какому-то важному объекту, который надо было уничтожить. Ну а почему я считаю, что здесь был какой-то объект, может быть, здесь был в прошлом, в далеком прошлом, какой-то космодром. Почему космодром, я считаю, ну потому что я здесь все внимательно просмотрел, как видите, у меня здесь дополнительные метки стоят. Я просмотрел край, из чего состоит вся вот эта платформа, где находится глаз пустыни. И заметил тут такую необычную, необычное основание. Давайте я вам сейчас приближу и покажу с самого начала. Вот здесь не так вот хорошо прослеживается. Но вот отсюда уже начинается. Видите, какое основание? Назвал ее буквой Б, то есть брусчатка. Видите, как камешки уложены. Ровненько, красиво. Вот здесь также видно. И вот здесь также мы видим такие же образования в форме брусчатки. И хочу вам заметить, что именно вот эта брусчатка идет двумя слоями. Как вы видите, вот с этой стороны слой брусчатки идет. И сверху засыпана уже чем-то. Видите, как она хорошо прослеживается, вот линия. И также идет линия еще ниже. Слой брусчатки такой же. Видите, два слоя их идет. Здесь идет. И вот здесь также идет. И по моему мнению, почему я говорил про космодромы огромные. То, что это делали ранее, как строители. Вот насколько я знаю, как асфальт делают. И много чего. Чтобы хорошее основание сделать, делают несколько слоев, как пирог. Один, второй, третий. Бывает много слоев. Так же и здесь делали. То есть прокладывали один слой камнями. Видите, здесь четко видно, что часть осыпалась из них, из этих камней. Потом просыпали. Укладывали еще брусчатку. И засыпали уже другим основанием. Другим стройматериалом. Каким мы уже не можем понять, потому что здесь все заплавлено. Давайте я маленько повыше поднимусь. Вы сами увидите. Что здесь все сжженно, как бы и проплавлено. Давайте назад вернемся. К нашим двум слоям. Вот здесь хорошо видать. Два слоя одинаковых. Вот здесь слой. И вот здесь. Я думаю, что природа не может такого создавать. Два одинаковых слоя. И что между слоями также одинаковые какие-то были насыпные грунты. И вот этих два слоя брусчатки четко прослеживаются практически по всему вот этому периметру глаза нашего, глаза Сахары. Вот посмотрите, вот здесь хорошо видно. И ниже идет. Сейчас я вам много таких мест покажу, где все это осталось. Вот она прослеживается. Тут даже знаете, я вот поторопился вам сказать, два слоя. Здесь три слоя. Потому что вот он верхний слой брусчатки. Который небольшое место осталось, где не проплавлено. Да, извините, дорогие друзья. Я поторопился. Все-таки как не планировал. Этот рассказ, показ все-таки ошибся маленько. Три слоя. Получается, раз, два, и вот самый верхний слой, третий слой. Вот третий слой. Вот так он выглядел. Здесь уже брусчатка была более качественная. Видите? Она в плитах таких квадратных. Вот здесь не полностью сожжено. Вот так верхний слой выглядел. Ну а также, дорогие друзья, я попробовал поискать фотографии в интернете по поводу этой брусчатки. И нашел вот такую вот единственную фотографию. Больше ничего похожего не увидал. Мне кажется, что вот это и есть верхний слой вот этой брусчатки. Но здесь, как видим, также она оплавленная. Также хорошо видно. Вот эта фотография именно с того плата рядом с глазом сахара находится. И как видите, вот эти плиты как раз и похожи на верхний слой брусчатки. Вот он второй слой. Видно хорошо. Вот третий слой. А может быть и четвертый вот тут слой был. Вот он прослеживается. Верхний самый слой. Здесь уже не четкая картинка. Вот второй слой. А между слоями видно то, что насыпали какой-то грунт. Сейчас до остальных меток дойдем. Ага. Вот он еще один нижний слой. Вот чем ниже слой, тем как бы некачественнее шла брусчатка. А верхний слой я вам показывал какой он. Так. Где у нас тут верхний слой? Вот оно. Вот посмотрите верхний слой насколько более качественнее. уложен чем нижние слоя. Сейчас я вам еще одно место покажу где вообще четко было видно. Вот это место. И посмотрите как ровненько здесь все уложено. Уже не булыганами какими-то а плитами квадратными. Давайте дальше продолжим. Посмотрим по поводу этой брусчатки по поводу этих слоев вот здесь так же хорошо слоя эти видать как она укладывалась вот он слой находится и выше слоя кое-где они проявились и вот самый верхний слой местами видать а местами тут конкретно уже все заплавлено так давайте я вам еще места покажу где четко и ярко прослеживается все эти прослойки так вот он еще один слой четко выраженный конечно может быть это и не так о чем я сейчас говорю может быть это и правда какое-то природное образование но в чем я конечно сомневаюсь слишком уж похоже на рукотворные работы по моему природа такие вещи не создает здесь четко видно то что местами булыганы начинают отваливаться и скатываться по склону я вам сейчас хорошее такое место покажу где видно хорошо как скатываются эти камни так вот здесь где-то что-то я написал брусчатка осыпалась ну здесь видать как она осыпается и падает по склону вот эти все камни плиты даже если представить то что эти плиты не укладывали а они сами как бы из цельной плиты растрескались так ровненько а потом опадывают то сами подумайте тогда откуда взялась цельная плита в пустыне чтобы потом вот так растрескаться и опадывать по склону то есть уже цельными вот такими плитами небольшими вот здесь четко видно видите как отпадывают вот эти куски сами подумайте откуда тогда взялась плита сама даже не одна плита а три или четыре слоя этих плит чтобы потом от плит отпадывали вот эти куски видите здесь полностью плита а плита заплавленная как три слоя пирога видите плиты какие вот здесь плита и вот здесь плита как будто древние строители что-то строили но мне кажется они делали такое хорошее прочное основание для каких-то может быть огромных кораблей которые должны приземляться были там взлетать так а у меня тут еще меточка круг сахары есть здесь также как видим еще какой-то необычный кружок откуда он взялся тут непонятно давайте если повыше поднимемся посмотрим еще как интересно с высоты все это выглядит видите все полосы идут равномерно параллельно друг к другу где-то конечно промыло где-то разрушилось остальное здесь все спеклось здесь уже от времени просто промылось так здесь еще брусчаткой видно верхний слой здесь также четко наблюдается что здесь хорошо оплавлено вообще ну а здесь как бы остались места все-таки где можно еще проследить также мы можем наблюдать здесь еще одно круглое образование также похоже что она какой-то как шрам тоже от взрыва какого-то атомная только немного поменьше чем основной здесь четко также прослеживается внутри выжжена полностью вороночка и снаружи все мое мнение личное что вот это раньше был центр какого-то каких-то космических полетов все-таки а потом целенаправленно целенаправленным взрывом все это место уничтожили и теперь осталось только вот эти вот вороночки неглубокие и все вокруг оплавлено здесь мы не можем ничего проследить с этой стороны потому что здесь засыпано песком пустыней я вам уже говорил что это Мавритания и пустыня Сахара вот здесь с этой стороны четко видно то что здесь засыпано песком и просмотреть мы этот край никак не можем здесь вот здесь также интересное место такое ровненький котлован но здесь он уже засыпан осталось лишь небольшое такое углубление по которому идет дорога как видите и оно отличается цветом видите четко выделяется то что по цвету имею ввиду то что вот это раньше место было огромной платформой где-то вот такой формой может быть даже больше потому что здесь все уничтожено и сейчас уже трудно сообразить какой она была форма также есть интересный тут город называется Уадан старинный город половина здесь домов нежилых давайте я вам сейчас по карте покажу ну а немножко попозже я вам продемонстрирую фотографии с этого места как выглядит именно вот этот старый город здесь видно то что есть новый город он отличается ровными заборами стенами эти и старинный город полустертый есть вот с высоты мы наблюдаем 567 метров здесь полностью все уничтожено и давайте я вам покажу этот город теперь в фотографиях как он выглядит и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok